Сегодня в республике 354 тысячи садоводов и огородников, а это почти треть населения республики. Часть из них имеет небольшой участок только для выращивания сельхозпродукции. Другие же используют сад для отдыха, проживания или даже бизнеса. Разумеется, у каждого свои вопросы. Как оформить земельные участки, как обеспечить свои земли необходимой инфраструктурой. Эти и другие темы обсудили за круглым столом перед началом дачного сезона. Люди, которые годами вели на своих участках хозяйства, должны полноправно владеть ими. Государство в этом поддерживает садоводов и дает им возможность бесплатно оформить участки в собственность. Но при этом земли не должны зарастать бурьяном, отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на встрече с активом садоводческих некоммерческих товариществ. Что из себя представляют сегодня садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан? Всего в республике 664 садоводческих и огороднических некоммерческих объединений. Количество земельных участков 141 150 единиц в свое время было, скажем так, роздано. Из них сегодня освоено или действует всего 81 685, то есть 58% от всех, ну скажем так, земельных участков. Под этими участками находится почти 6000 гектар земли, из них 3602 гектара – это залежи. Сегодня в топ-3 проблемных моментов – это дороги, водоснабжение и энергетика. Причем отсутствие подъездных путей к товариществам отмечают многие. Садоводы обратились с просьбой рассмотреть варианты строительства водонапорных башен. Говорили и о необходимости ремонта и надлежащего содержания электросетей. Да, мы готовы сеть содержать сами, но перевести в автоматическом порядке всех потребителей, то есть кто у нас садоводы – это физические лица, потребляющие электроэнергию для собственных бытовых нужд, в рамке прямых договоров с энергосбитовой компанией, с прямым поставщиком электроэнергии, посредством опосредованного подключения, то есть в автоматическом порядке. Я пытался три месяца договариваться с юристом энергосбитовой компании для того, чтобы мне заключили прямой договор. Также беспокоит садоводов проблема вывоза мусора с территории СНТ. Чтобы поддержать многие проекты и начинания, можно использовать зарекомендовавшую себя практику инициативного бюджетирования, отметил министр. Итогами сегодняшнего клуба выстава, что вот самый, наверное, такой, я считаю, удачный момент того, что создали рабочие группы, я думаю, что это как раз-таки показатель того, что все-таки наши проблемы будут услышаны. Мы будем работать рабочими группами совместно с министерствами различными, и думаю, что все в последующем. Жизнь садоводческих товарищей наших граждан в физических лесах будет лучше. В рамках рабочей поездки Сергей Артамонов принял участие в обсуждении развития волонтерской деятельности в Новочебоксарске. По инициативе Минсельхоза в республике создан волонтерский альянс, в который вошли студенты, руководители сельхозпредприятий, ветераны аграрной отрасли. Теперь к ним присоединились и новочебоксарские волонтеры, которые намерены активно участвовать в акции «Агроконтроль». Эта акция направлена на выявление просрочек в магазинах, в торговых сетях. Очень много, к сожалению, продается просрочек. Это первый момент. Второй момент. Есть факты продажи несовершеннолетнего алкоголя. Кроме этого, товарное соседство. То есть по всем этим направлениям, совместно с Роспотребнадзором в Новочебоксарске, мы тоже решили привести по просьбе ветеранов вот эту акцию. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.